Третий подряд играет. Мы, наверное, сейчас не помню, уже, по-моему, второй раз играем. Три подряд. Очень тяжело играть три подряд игры. Это, прежде всего, очень большая ответственность психологическая, тем более дома. Тем более нам надо было набирать очки. Поэтому старались экономить силы с первой игры. Играли четыре пятерки. Давали по возможности лидерам отдыхать, где-то не выпускать, чтобы сэкономить силы и дать результат. Ну, в общем-то, результатом мы довольны. Команда не простая. Поэтому достаточно сложно было, но остался счет. Остальное все уйдет в историю. Сегодня вы такое немножко неординарное решение приняли, посадили Караваева. И если у него вторым голкипером на игре был Никита Ивандиков, чем продиктовано это было решение? Ну, у нас будут последние игры очень сложные. Поэтому мы как бы хотели сегодня, ну, надеялись, во всяком случае, дать шанс. Не шанс, а где-то выпустить и Ивандикова, и Кима немножко поиграть. Потому что дальше будет гораздо сложнее. Вот, поэтому, ну, до конца не получилось. Опять удаление. Вот, и вратаря не получилось выставить. Артем сыграл очень хорошо сегодня. Вот так. Вы следите за тем, как играют в параллельных матчах ваши соперники в ближайшую Топоку и Аниан Хава? Аниан вчера отступил, а отступил? Мы, конечно, следим, но будем конкретно уже подсчитывать. Сейчас сыграем еще серию домашних игр и уже будем смотреть перед выездной серией игр. У Пеппер Крейнс были достаточно, сейчас у него достаточно тоже серьезный соперник. Они еще в Соджи играли. Как считаете, сюда журавлики прилетят уже порядком узмотом? Или легкой игрой сильно не планируется у нас? Вообще с японскими командами, да и скорее, у нас нет легких игр каких-то. И несколько команд, команд 6, реально бьются за выход плей-офф. Поэтому ни одной игры и ни одна команда просто так не сдастся. Ни одной легкой игры не будет. Тем более у нас очень тяжелый будет последний выезд. Он очень тяжелый. И команды бьются за каждое очко. Да и в прошлом году мы следили за чемпионатом. Я смотрел таблицу. И, в общем-то, до последнего тура практически там не было известно. Две-три команды, которые попадут в плей-офф. И сейчас то же самое. Вот в корейских и японских командах есть свои лидеры. Ну, так вот, забегая немножечко вперед. Вы не планируете, скажем так, чтобы такое некое представительство азиатов было в российском клубе? Или будете все-таки рассчитывать на россиян и русскоговорящих? Ну, это сложный вопрос такой. Мы должны его... Это не только мое личное желание. Это, прежде всего, нужно обсуждать с руководством клуба. Мог бы кто-нибудь из игроков из азиатских клубов вписаться в стиль игры в нашей команде? Есть несколько игроков, которых... Ну, не то, что хотелось бы видеть. Интересно было бы как нам, так и им увидеть в нашей команде. Там 3-4 человека из японской команды, из корейской команды. И речь идет именно об азиатах, не о североамериканцах? Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Вы так отреагировали, с североамериканцами работать не ходили? Вы знаете, у нас своих игроков достаточно в КХЛ, в высшей лиге, очень сильных. Поэтому нам нет смысла приглашать кого-то в Северной Америке. И все-таки вернемся к нашим соперникам, да? Да. Тут уже ходят слухи, что они метят национальную сборную для участия в Олимпиаде в 2017 году в КХЛ. Так вот, достойно ли они сегодня выступили? Если бы вы оказались на их месте, то как бы вы сегодня сыграли? Ну, вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это надо знать команду. Нужно знать их физиологию, на что они способны. Ну, а ребята способны? Ребята способны, у них стиль немножко другой, не нашего хоккея. Поэтому здесь на него сложно сейчас ответить, на этот вопрос. Нужно там поработать, узнать конкретно игроков. А потом уже какие-то выводы делал. Но лично вашей команде хотелось бы на Олимпиаде? Конечно, хотелось бы, да. Но нам еще нужно, нам предстоит еще селекционная работа, нам нужно будет кого-то поменять. У вас новое приобретение, если я не ошибаюсь, Фахрукина. Как это? Дмитрий. Хорошее ли это приобретение? Для нас это хорошее приобретение, хорошая помощь. Мы, вот начиная, наверное, с первой игры, играем в 4 пятерки. Потому что мы усилились, у нас есть защитник. То есть мы немножко спокойно за оборону, скажем так. Поэтому мы можем выпускать уже и четвертое звено. То есть так не опасаться уже. Потому что сложные, вы видите, игры удалений, много удалений. И защитники очень сильно устают, когда играют в 3 пары. Нагрузка на них колоссальная. В 4 пары это совсем другое.